Всем привет! Здарова! Мы сегодня поговорим о трех моментах. Это чаевые, оплата ложных вызовов и вообще реакция людей на дешевые поездки. Чаевые в любом случае это вещь сугубо индивидуально, но согласитесь, кому неприятно, когда за его работу, за его качественную работу, человек его еще и благодарит. Смотрим. Здарова, брат. Добрый вечер. Я уже уезжал. 153. 3 рубля будет? Я 50 дам. 3 рубля вы мне должны. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, ребята, давайте. Добрый наш. Спасибо. Больше дала, чем изначально планировала. Спасибо. Поездка, ну, с учетом ожидания, выходила 153. В результате она докинула еще 100. Ну, грубо говоря, 100 рублей на чай. Шикарно. Это просто охуенно. Мне нравится. Со вторым моментом я вообще встречался очень редко. За три года это, наверное, было два или три раза. То есть, когда человек вызывает машину, в результате получается, что он никуда не едет, но у него хватает совести выйти и оплатить подачу, хотя бы подачу. А в данном случае это еще и, грубо говоря, оплата всей поездки. Так что смотрим. Мне хочется плакать. Командир. Спасибо огромное. Извини за ложной вызов. Вот это поворот. Не поедете? Нет, не поедет. Отменил заказ, поэтому я вышел. А так у вас по карте заказ там? Да, я понимаю. Ну, отмени тогда. Это тебе зависит. Хорошо. Все. До свидания. Такое редко, конечно, принесли 100 рублей за ложный вызов. Вот, на самом деле, таких очень мало. Даже с учетом, что у них безнал. И, то есть, у людей есть совесть. Вышли, не поленились и заплатили за ложный вызов. Очень приятно. А третья ситуация, моя любимая, это история про девушку со стоимостью поездки в 75 рублей. Ну, а более подробно, соответственно, смотрите в этом ролике. Заезжать не будем во двор? Да не надо. Я в магазинчик. Во двор. А затем поверните на двор. Сколько? 93. А почему мне 78, сказали? Потому что у вас ожидание еще... Почему ожидание? У меня смска не пришла. Да ладно! Смска не пришла. Она обычно приходит. Ну, то, что смс, конечно, я же не виноват. Вот у вас, видите, сумму я... А я причем? Мне вот смску прислали, что у меня оплата 78 рублей. Это не первый раз так. Меня не ожидали. Приходит, например, смска. О, здравствуйте, я сделала заказ на обводный до Константина Заслонова. У меня оплата была 78 рублей. Смска мне не пришла, что машина подъехала. Обычно, когда смска приходит, что подъедет машина, я выхожу сразу, чтобы он меня не ожидал. А у меня смска, мне сказали, 78 рублей. Я, во-первых, водителя не заставляю ожидать, как мне приходит смска. Водитель, к вам выехала машина, я сразу на первом этаже у двери. Почему-то сейчас мне не прислали смску-то. Как же так вышло-то, блин? Хорошо. Что они сказали? Информацию уточняйте и соединяйте со мной. Бред какой-то. Мне вообще смска сегодня не пришла. Они каждый день приходят. Знаете, я и вас понимаю с одной стороны, с другой стороны это смешно. Это 15 рублей, ну вот честно. Ну вот именно смешно. Я много раз отдаю 100 рублей, мне даже сдачи не отдают. Пиздёж. Этот человек пиздит. Ну вот мне не отдают почему-то, не знаю. У меня любовника-олигарха нету, к сожалению. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Я просто, я как чувствовал, что будет разговор за вот эти 15 рублей. Не будет разговор, у меня никогда их не бывает, потому что... Не, я с вами ругаться не собираюсь. Если у вас нету 15 рублей, я прощу. У меня есть 15 рублей, 150 рублей вам могу доплатить. Деньги есть. Но это не точно. Не надо. Не, не, спасибо. Вы меня не ожидали. Мне смс-ка приходит сразу, моментально. А почему вы нажали, почему я не услышала, что вы мне приехали? Нихуя не понял. Ну очень интересно. А мне что должно было, при мне смс-ка? У вас должно было прийти, что водитель вас ожидает. Нет, ничего не пришло. Мне просто интересно, почему именно сегодня мне ничего не пришло. Ничего мне не пришло, абсолютно. Обычно мне приходит каждую минуту. А, да не нервничайте. До свидания. Не нервничай, у меня это проблема. 15 рублей, чуваки. Я от этих 15 рублей не умру. Но заказ изначально идет 78 рублей. Ну хоть правильно дала. 15 рублей. Вот такие бывают. Меня за державу обидно. При стоимости поездки в 78 рублей и говорить что-то за 15, но это смешно. Ну как-то так. До свидания.